не попробуем разобраться в теме путешествий по воздуху нашими древними предками перед началом ролика хочу попросить вас поставить лайк подписаться на канал и нажать колокольчик заранее благодарен само понятие воздухоплавание и древние предки вызывает у нынешнего человека внутреннее несоответствие самолетостроение и полеты по воздуху это понятие современные причем покорившиеся человеку в недавнее время и с большим трудом нам долго и упорно рассказывали и показывали что люди буквально две сотни лет назад ходили в лаптях месили грязь жили в лесу и поклонялись колесу однако редко но все же всплывает информация о вещах которые противоречат всему что нам когда либо говорили и я и вы люди которые не привыкли принимать на веру все что нам дают а мы те кто стремится создать собственную правдивую концепцию мира и как пазлы вставляет в нее новую редкую и необычную информацию вот такой-то информацией и является рукопись под названием виманика шастра я честно говоря был знаком с ней только по названию и поверхностно знал о чем там говорится но сам ее не читал до недавнего времени и то что я прочитал в ней меня очень обрадовало так как здесь я нашел неожиданные подтверждения своих гипотез в понимании древней истории человечества а также формы земли и способности предков вот этими мыслями я сегодня и хочу с вами поделиться усаживайтесь поудобнее начиная начнем с того откуда взялся трактат виманика шастра и что он значит виманика шастра является уникальным памятником древнейшей ведической цивилизации существовавшей на земле более пяти тысяч лет назад ведические времена люди не только обладали уникальными знаниями в области мизы сыны астрологии философии и различных эзотерических наук но и умели строить летательные аппараты по совершенно уникальным технологиям и совершать путешествие к далеким мирам вселенной впервые русскому читателю наконец становится доступны древние сокровенное знание летательных аппаратов виманах свидетельствующие о высокой степени технического развития ведической цивилизации данное произведение свое время являлось практическим пособием для построения и эксплуатации летательных аппаратов виман 1875 году в одном из храмов индии был обнаружен трактат виманика шастра написаны бахарадваджи мудрым в четвертом веке до нашей эры на основе еще более ранних текстов хочется сделать отступление и сказать что какой-нибудь монах ватикана схалтурил на работе и пропустил мимо глаз доказательства знаний прошлого а когда этот трактат опубликовали папа римский наверно подпрыгнул на стуле перед глазами удивленных ученых предстали подробные описания странных летательных аппаратов древности напоминающих по своим техническим характеристикам современное нло аппараты назывались виманами и обладали целым рядом поразительных качеств среди которых перечислены 32 основных секрета делающих виманы еще и грозным оружием эти небесные колесницы были настолько прочными что их нельзя было сломать или сжечь посредством включения различного рода переключателей виманы были способны вращаться вокруг своей оси сжиматься или расширяться то есть уменьшаться либо увеличиваться в размерах изменять форму при полете приобретать вид облака с целью маскировки испускать сильное сияние либо наоборот образовывать вокруг себя абсолютную темлоту поглощать солнечные лучи и становиться невидимыми двигаться с большой скоростью перелетать из одной страны в другую и даже из одного мира в другой двигаться прыжками или зигзагами нырять по видимому воду и спускать лучи света под воздействием которых предметы становились видимыми генерировать силу способную парализовать людей и животных получать на своих экранах изображения происходящего на значительном расстоянии и так далее добавлю от себя что понятие виманы это не только термин индийской культуры если опираться на веды славян там тоже присутствует точно такое понятие как вимана у наших предков присутствовало еще понятие вайт мара ту же вимана только очень больших размеров это по сути огромнейший летательный аппарат размером с город на самом деле свидетельств древних полетах на виманах довольно немало вимана это по сути то что сейчас называют летающей тарелкой которая видит и до сих пор которая постоянно замечает в мире в наше время а древних записанных свидетельств того что люди древности видели эти аппараты очень много и часто даже их зарисовывали в том числе и на иконах я уже говорил древние цивилизации имели разные уровни развития некоторые летали на виманах а некоторые копали землю палкой копалки я уже пару раз упоминал одного автора звали его друнувала мелхиседек он рассказывал в своем романе древняя тайна цветка жизни о том что под сфинксом и пирамидами есть целый подземный город к слову говоря эта информация уже подтверждена однако ее не очень спешат придавать огласки именно о наличии города также под сфинксом находится подземная камера с летательным аппаратом вот как раз такой виманой автор этой книги говорит о том что этот аппарат мог менять свои размеры индийский ученый нарина шетху анализировавшую виманику шастру сумел воссоздать один из металлов использовавшиеся при строительстве виман на это ему понадобилось около трех лет сплав описан как твердый материал черного цвета с магнетическими свойствами не растворимые в кислоте в нем в частности присутствует кремний натрий железо иметь этот свидетельствует о том что знания предков утрачены и что древние трактаты несут в себе огромную ценность даже в современное время в древнеиндейском трактате самара сутра тхара написанном в четвертом веке до нашей эры на основании более древних текстах говорится о конструкции виман различных способах и взлета и приземления и даже возможность столкновения с птицами есть информация от управления виманами защите их от штормов и о том как использовать энергию солнца в антигравитационном двигателе виманы могли взлетать вертикально зависать в воздухе подобно современному вертолету они были построены из очень прочного огнеупорного материала содержались виманы в специальных ангарах как сообщает самара суд радхара в качестве топлива для виман использовалась загадочная загадочная желтовато-белая жидкость а иногда какое-то соединение артути виманы имели разные двигатели использующие в своей работе различные принципы помимо антигравитационных двигателей принцип работы современной науки неизвестен на летательных аппаратах были установлены двигатели внутреннего сгорания также ракетные работающие на топливе я недавно прочел этот трактат и вкратце попробую описать что я узнал оттуда и связать воедино весь материал начну с самого начала в виманике шастрия далее буду называть ее просто виманика описывается каноничная концепция индийских вед к слову говоря как я сказал выше я не читал виманику до недавнего времени и о чудо я удивился насколько точно она вписалась в концепцию сформулированную мной именно в прошлом видео про способности людей ссылка будет в описании виманике говорится о том что представляла из себя древняя земля мы часто задаемся вопросами насколько старт человек как вид и когда же он появился хотите узнать ответ на этот вопрос опираясь на концепцию индийских вед так вот по сути можно сказать что человек появился не 5 или не 10 тысяч лет назад а он был по сути всегда и более того человек это некая неизменная матрица бытия этого мира он создается разрушается и когда будет создаваться снова он будет выглядеть именно именно так как сейчас в ведах говорится что вселенная создается и разрушается много раз проживая при этом много разных эпох которые постоянно повторяются причем цифры там настолько огромное что я стесняюсь даже говорить об этом но для полноты понимания материала о котором дальше пойдет речь я приведу один из самых маленьких периодов в котором мы сейчас находимся в индуизме кальпа этот день брахмы продолжающийся 4,32 миллиарда лет и состоящие из тысячи махаюг периодов по четыре юги очень скромная цифра не правда ли так вот 1000 махаюг маха на санскрите означает большой 1 махаюга делится в свою очередь на четыре маленькие юги трески времени которые называются так сатья юга трета юга 2 пара юга и калию длятся эти трески времени довольно много сатья юга составляет 1 миллион семьсот двадцать восемь тысяч лет трета юга длиться 1 миллион двести девяносто шесть тысяч лет 2 пара юга 864 тысячи лет а калиюга четыреста тридцать две тысячи лет собственно говоря сейчас как раз идет очередная эпоха калиюга которая началась несколько тысяч лет назад ну как вам такие цифры то есть вот нам говорят что люди бегали с дубинами 10-15 тысяч лет назад и образовались как вид недавно а в ведах говорится что люди были чуть ли не всегда так вот возраст вновь созданной вселенной сейчас соответствует примерно четырем с половиной миллиардом лет и возраст человека составляет четыре с половиной миллиарда лет вновь созданного человека и стоит упомянуть что это не первая вселенная с людьми до нее были еще вселенные с людьми и после нашей вселенной будут точно такие же вселенные с людьми через примерно еще с четыре с половиной миллиарда лет будет разрушена наша вселенная после чего будет создана новое вот это знание индийских веток как вам такая информация необычно правда я плавно подошел к моменту описанному в виманике шастре и сейчас опираясь на информацию которую я описал выше мы с легкостью поймем о чем идет речь в шестой главе виманике шастры я использую эту главу как бы для вступления также буду давать некоторое пояснение для лучшего понимания зачитаем шестую главу разновидности виман три типа в соответствии со сменой юг существует три типа летательных аппаратов отвечающих особенностям каждой юге то есть отрезка времени в сутре отметено что существуют различные типы летательных аппаратов и таких типов 3 в крита югу или другими словами в эпоху сатью сатья югу дхарма или праведность опиралась на четыре конечности то есть была традиционным полностью утвержденным высшим принципом которого безоговорочно придерживались все люди в то время люди рождались уже обладая благородными качествами и удивительными силами чтобы обрести особые силы людям этой юги вовсе не обязательно было выполнять йогические практики или начитывать мантры обеспечивающие удивительные достижения эти люди благодаря лишь одной преданности дхарме становились ситха урушами или людьми наделенными сверхъестественными силами стоит обратить внимание на два этих предложения сколько глубокого смысла в них заключено говорится о том что в первую эпоху люди рождались уже со сверхъестественными как их сейчас называют способностями об этом я говорил в своем прошлом видео люди в это время жили 100 тысяч лет энергии праны или эфира было очень много и потенциал людей раскрывался мгновенно также здесь говорится что людям не нужно было заниматься духовными практиками дающими сверхспособности об этом тоже было сказано в видео про способности людей то есть механизм развития человека есть и о нем четко здесь говорится если не родился в легкую эпоху то нужно заниматься практиками такими как йога цигун особое значение здесь отведено мантра мантра это по сути звук либо набор сакральных слов либо звуков однако смысл мантры сейчас мало кто понимает мантра это такой же метод развития человека либо духовная практика современная наука слабо продвинулась в этом направлении однако древние знали о свойствах звука он позволял рушить стены либо делать невесомыми предметы на самом деле уже известна звуковая левитация однако наука не особо хочет двигаться в этом направлении примером может быть резонанс шумана который доказывает что звук способен менять форму причем направленный звук может воздействовать на материальные тела либо настроение физического и энергетического тел человека понятия ситха-пуруша ситха это сверхспособность на санскрите санскрит это древний язык слову говоря это понятие было взято на вооружение в комиксах звездных войн там ситхами называют людей которые практикуют темную сторону силы то есть вот это понятие ситха но сейчас только в современном обществе только упоминается в этих комиксах на самом же деле это обозначает способность человека ситха и так продолжим это были добродетельные люди обладающие знанием и мудростью они могли естественным образом по собственной воле перемещаться по небу со скоростью света все они обладали восемью способностями или достижениями которые теперь называются сверхъестественными известными как анима махимма гарима лайма проптиш прокамма эсхатва и вашитва анима это умение уменьшаться до крошечных размеров махима это увеличение до гигантских размеров гарима умение становиться чрезвычайно тяжелым лайма умение становиться невесомым проптишь способность получать все что пожелаешь прокамуам умение полностью избавляться от желаний эсхатва обретение высших достижений и вашитва обретение удивительной гибкости ну вот что и следовало доказать это именно то о чем я говорил в своей теории люди летали по небу и даже могли телепортироваться в любое место в которое захотят это именно то о чем я говорил рассуждая супергероев из комиксах все описанные там способности уже существовали у людей прошлого и они присущи человеку нынешнему в теории то есть человек может летать по небу в теории но это только в теории человека есть способности уменьшаться и становиться большим и так далее хочется обратить внимание на одну способность практик способность получать все что пожелаешь всем бы такую способность не правда ли честно говоря это очень большая тема и я не хочу с этим затягивать однако я слышал что мастера которые практикуют достижение тела света говорили о том что на поздних этапах развития человека он может материализовывать из ничего все что пожелает например слиток золота либо алмаз и так далее в детстве каждый из нас наверное пытался открыть себе такую способность понимаете какая тонкая здесь вещь я всегда замещал и остальные люди наверное тоже согласятся со мной что все о чем думает человек в детском возрасте все это правда это не фантазия человек рождаясь в этом мире подсознательно знает все возможности которых может достичь в будущем и в современное время вырастая он понимает что этого как бы нету это не правда это только его фантазия наш внутренний ребенок вырастает и его ожидает реальность без чудес еще углубиться в эту тему то сам язык санскрит это древний индийский язык он является про предком всех языков и в первую очередь славянцы само слово веды это на белорусском либо польском языке переводится как знание также такие слова как яма это кое-слово яма то есть в нашем понимании яма это ну это яма в индии это пауза и либо запечатывание либо ты какое-то препятствие похожие на ям то не правда ли похоже на яму яма в нашем понимании это некое углубление в земле да а у них яма это то есть препятствие то есть это аналогия слыхали такое слово про на яма как мы уже знаем про на это энергия то есть энергия эфира а яма это пауза вот у получается про на яма то есть про на яма это дыхательное упражнение с задержками дыхания через дыхание мы получаем эту прану энергию праны если знаешь перевод этих слов то все само становится на свои места все становится ясным и понятным второй пример радха ничего не напоминает слово радха корень рать что это что такое рать рать это войско либо воин вот и на санскрите слово радха обозначает воин многие корни славянских слов идут из санскрита маха это большой мах на санскрите означает большой то есть мы уже знаем слово радха то есть воин а есть такое слово маха радха то есть это великий воин есть даже такая величина которая называется мах эта скорость распространения звука все просто и понятно становится продолжим дальше то То есть в Крита-югу, либо в Сатья-югу, как утверждают древние в Мудрецы, не существовало виман трёх классов. Виман не было. А почему не было виман? Да потому что они не были нужны людям, так как люди и без виман летали по воздуху. Как вам такая история интересна, да? Это намного интереснее того, что нам описывают в школе. Прошла Сатья-юга или Крита-юга, и настала Трита-юга. И Дхарма стала понемногу прихрамывать. Она служила, опираясь только на три конечности, и постепенно становилась менее действенной. Человеческий ум уплотнялся, и понятие ведических истин, внутренние сущности человека и сверхъестественных сил, обеднело. Вследствие того, что Дхарма, либо праведность, дала трещину, люди утратили способность летать в небе со скоростью ветра. Вот здесь уже говорится об уменьшении возможностей человека. А самое главное, его духовности. Уже начали появляться войны, зависть, жадность и так далее. Люди в эпоху Трету жили 10 тысяч лет. И тоже имели способности, а также рост выше двух метров. Осознающий упадок цивилизации, бог Махадева. Рассмотрим это слово Махадева. Маха это великий. Дев это разновидности большинства. Девы, Девы, также их называют. Это одно из названий бога. Махадев, то есть великий бог. Может быть верховный какой-то бог. Пожелал даровать Двиджам, то есть Браминам, Кшатриям и Вайшьям, способность правильного понимания вет. Снизошел на землю в облике Дакшинамурти. Браминой, либо Брахманной, Кшатрией и Вайшью это три касты из четырех известных. Хочу пояснить, что в древние времена на всей территории нашей планеты было четкое разделение людей на касты. Слово говоря, современные касты Индии ничего общего не имеют с прошлыми кастами. Существовало четыре касты. Жрецы, воины, семейные люди и шудры. Это алкоголики, хулиганы и тунеядцы. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы и тунеядцы. Обратите внимание, этот бог дает знания именно трем кастам из четырех. А почему не всем четырем? Да потому что четвертой касте, именно шудрам, им как горохам о стенку. Давайте посмотрим на четвертую касту и что она из себя представляет. Вы бы стали давать таким людям знания о летательных аппаратах? Цвет нет. Вот точно таким же образом и подумал этот бог Махадева. При помощи Санаки и других посвященных мудрецов, бог Махадева классифицировал мантры Вет. А затем, окинув своим благословляющим взором поклоняющихся аскетов, он даровал им ведическое восприятие. Дабы утвердить полноту их восприятия, он, обняв, вошел в их сердце и ум. Бог Махадева, обрадованный способностью восприятия аскетов с милостивым взглядом и улыбкой на лице, похвалил их, сказав «До сих пор вы были известны как Муни и Аскеты, а с сего момента, милостью моей, постигнув Веды, вы будете известны как Риши, либо Провидцы. Вы станете совершенствоваться в ведических мантрах и жить в безбрачии. Вы станете поклоняться небесной богине Вет, завоюете ее благосклонность и, приблизившись посредством ягической самадхи к великому богу Ишваре, удостоитесь в его уме». Его и моей милостью вы подниметесь на высочайший уровень интеллектуального видения и станете знатоком смысла и содержания Вет. Находя подтверждение сказанному собственным опытом и медитативным самонаблюдением, вы, опираясь на ведические истины, создадите на благо человечества Дхарма Шастры или моральные кодексы Пураны и Итахасы, а также науки, физику и математику. Что касается небесных путешествий, вы передадите искусство сооружения Виман, чтобы Виманы могли достигать скорости ветра. Вы на основе Кальпа Шастр или научных трактатов разработаете методы Гутика и Па-Дука. Смысл такой. Произошло падение силы, ума и способностей людей в новую эпоху. Поэтому понадобилась наука. Вот это, собственно, и есть момент создания любых наук. Людям раньше не нужны были технологии и наука, так как они были мощнейшими божественными существами на этой планете. В новой эпохе сила людей уменьшилась, так как с каждой эпохой последующая сила уменьшается. Так вот описано в ведах. Это такой принцип мира именно в нашем мироздании. То есть обратите внимание, мы не самые развитые люди на планете сейчас, а мы именно самые деградировавшие люди на планете. Но нам объясняют, что мы самые развитые. Понимаете, в чем здесь парадокс? В новой эпохе людям постепенно понадобились наука и технологии. Была нужна математика, физика и моральные кодексы. Моральные кодексы попросту законы, то есть нужно было менять общество, так как моральные устои пропали. В эпоху Сатья не было каст как таковых, так как люди мгновенно достигали уровня духовности. А в последующей эпохе этот процесс растянулся и уже появились различия. И некоторые касты не получили знания, так как они просто не готовы к этому. И как вы думаете, какая технология людям нужна в первую очередь? Летательный аппарат, то есть чтобы летать куда угодно. Позднее муни и провидцы, далили в своем сердце бога Махадеву, создали в соответствии с ведами Драхмашастры, этические кодексы, эпосы хроники, руководство по проведению ритуалов, кодексы обрядов и жертвоприношений, и распространили их среди людей. Говорят, что среди этих трудов древних провидцев есть шесть трактатов, посвященных сооружению виман. В них описаны три класса виман, известные как мантрика, тантрика и тритака, способные летать куда угодно. В виманачандрике сказано «Я скажу об общих чертах и разновидностях виман». В Трета-югу, когда люди были с ведущими в мантрах и могущественных гимнах, виманы создавались посредством мантрического знания. В два пора югу, когда люди развили в себе значительные тантрические знания, виманы производились посредством тантрического знания. Поскольку в Кале-югу знания мантр и тантр стали недостаточными, то виманы, создававшиеся в ту пору, известны под названием критака, что означает «искусственный». Поэтому древние провидцы, учитывая переменные в Тхарме, наблюдаемые на протяжении юг, рассматривали виманы трех юг как виманы трех типов. Смысл сказанного такой. В три последующие эпохи принцип построения виман отличался и основывался на свойственных эпохе каждой эпохи методных. В Трета-югу виманы были построены на принципе мантр, полумагическом, полутехническом принципе, основой которого была мантра, это звук. В два пора югу люди еще более деградировали и знания о мантрах постепенно утрачивались. И виманы производились посредством тантр. Что такое тантра? У этого слова много понятий. Даже очень много. В каждой отрасли науки, либо в каком-то аспекте индийской цивилизации всегда упоминается это слово. Если мантра это звук, а есть еще понятие янтра, что означает изображение, то тантра это нечто объемное. В данном случае это механизм, а точнее технологическое приспособление. В эпоху два пора как раз и использовались механизмы, плюс естественные способности людей. Виманы эпохи калии, то бишь нашей эпохи, назывались критака, либо искусственные. А почему? Да потому что они полностью состоят из механизмов и управляются механически. Так как в эпоху калии у человека нету способностей. А виманы прошлого, говорят, даже были живыми организмами и управлялись силой мыслепилотов. Наши современные самолеты эпохи калии, то есть наши эпохи современные, в которой мы сейчас живем, тоже можно назвать виманами. Так как они являются чисто техническими устройствами. И понятие вимана это вообще летательный аппарат, а не именно летательный аппарат, а круглые формы. Хотя виманы зачастую строились круглые формы. Таким образом, согласно шастрам, виманы подразделяются на три класса на основе различий в способе их производства. Подведем итоги. Мы разобрались в истории, немного приобщились к индийским ведам и ознакомились с виманами. В следующем видео я попробую рассказать о способах функционирования виман, а также о полетах на разные земли. Так как информации оказалось намного больше, чем я предполагал, разделю этот материал на несколько видео. Видео будут включать в себя две темы. Первое это строение виман непосредственно. А второе, процессы происходящие в ближайшем космосе или в небе. Следующее и заключительное видео по виманнике будет на тему строения вселенной и путешествия по мирам на виманах. Видео это будет довольно большое и очень-очень интересное. Наша задача на сегодня такова. Проштудировать этот древний трактат и вырвать из него всю информацию, которую мы можем понять в наше время. Вот сейчас я этим и займусь. Заранее прошу вас поставить этому видео лайк, подписаться на канал, если вам нравится мой контент и нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Усаживайтесь поудобнее, начинаем. Я буду брать весь материал из шастр, то есть из текстов. Шастры это тексты. И буду рассказывать это все переводя на человеческий язык. Начнем с того, что само понятие вимана в трактате описывается как то, что летает в небе со скоростью птицы, называется виманой. То есть вимана это собирательный и обобщенный образ летательного аппарата. И это не обязательно летательный аппарат круглой формы. Немаловажное значение в успешном пилотировании виманы играет человек или пилот. Существует некие 32 секрета пилотирования виман. Пилот должен подробным образом знать устройства и принципы действия виман трех типов. То есть относящихся к трем периодам. Третья, твапари и кали. И иметь для этого специальную подготовку. Только такой человек может допускаться к управлению виманой. Но тут понятно, как и в современное время, не каждый Петя или Вася залезет в самолет и полетит. Нужна спецподготовка, знания и опыт. Пилот должен обладать знаниями о строении виман для своевременного ремонта. Знать все законы воздухоплавания для того, чтобы избежать опасностей при пилотировании аппарата. Здесь должна была быть глава об одежде пилотов. И судя по дальнейшему тексту, глава эта была утеряна. На протяжении всего трактата рассказывается о том, что в виманике есть непосредственно пилоты и обслуживающий персонал. Виманы были разные по размерам и назначению. Также были специальные места для отдыха, ночевки и приготовления пищи. Места для ежедневного жертвоприношения. Огни-хотры. Не беспокойтесь, приношение жертв заключалось в сожжении некоторых продуктов питания. Например, щепотки риса, либо молока. И снова урок санскрита. То есть огни. Огни. Что такое огни? Угадайте с одного раза. Правильно. Огни это огонь. Далее в виманике рассказывается о пище, которой должен питаться пилот в зависимости от сезонов и пор года. Пища воздухоплавателей, принадлежащим к трем кастам Двиджа, то есть кастам Брахманов, Кшатриев и Вайшьев, не должна включать в себя мясо. То есть, иными словами, три касты из четырех, кроме Шудр, не должны употреблять мясо. Это, кстати, лишний раз подтверждает, что мясоедение появилось только в наше время. И сейчас никто понятия не имеет о вреде мяса и о кастовом питании. То есть, процентов 70-80 людей в то время были вегетарианцы. Говорится о методах приготовления пищи, питательной, компактной и поддерживающей жизненные силы пилотов виманг, так как во время полетов свежая растительная пища может быть недоступна. Это абсолютно логично. Это некий вид пищи, который долго хранится, как сухой паек для современных солдат. Цитата. Если необходимая пища недоступна, то нужно принимать витаминные пилюли и драже, или концентраты из фруктов, корней и луковиц. Идем далее. Металлы, описанные в виманнике шасты. В текстах есть знания о металлах, способах их обработки и создания уникальных сплавов, неизвестных в наше время. Также упоминается, что металлы образуются сами в результате слияния неких сил под землей. Это, кстати, может быть подтверждением гипотезы о том, что полезные ископаемые являются возобновляемыми, как, например, нефть или газ. В недрах земли насчитывается 3000 металлосодержащих пластов. Из них 1300 пластов содержат металлы, обладающие лучшими свойствами. В седьмом слое содержатся металлы 27 типов. Металлы третьего типа обладают пятикратными свойствами и известны как ископаемые металлы. Складывается впечатление, что сейчас мы понятия не имеем о таких металлов. Да и вообще, читая Виманику Шастру, постоянно возникает впечатление, что у нас очень не хватает знаний, чтобы понять, что говорится в этом трактате. В целом, если говорить о металлах, то в Виманике сказано, что они обладают некими силами. Честно говоря, мне не очень понятно, что здесь имеется в виду. Возможно, это некие силы, которые часто упоминаются и описываются в алхимических трактатах. Также говорят, что металлы для большинства типов Виман должны обладать свойствами жаропрочности. Это абсолютно понятно и логично. Далее говорится о методах выплавки металлов в горнах и прочее. Причем методы эти довольно причудливые. С добавлением алхимических ингредиентов, всякого рода масел, возможно даже приправ, хранение этих металлов в помете животных. В следующей главе о Виманике говорится о зеркалах и линзах, устанавливаемых на Вимане. Их 7 разновидностей. Некоторые из них предназначались для телепередачи, зеркало, захватывающее энергию, или зеркало, меняющее наружность, а также устрашающее зеркало. Зеркала эти закреплялись на вращающемся штативе рядом с воздухоплавателем и дает ему возможность наблюдать все, что происходит снаружи. Вот как описывается изготовление этого зеркала в Крия-Саре. Нужно взять 2 сатва, 2 части шундилака, 1 часть орлиных костей, 5 частей ртути, 2 части когтей, шингкарани какого-то, неизвестного зверя, 6 частей слюды, 6 частей свинцового сурика, 8 частей поташа из золы растений, 18 частей глаз рыбы, самвуака, 1 часть раскаленных углей, 8 частей змеиной кожи, 3 части глазного пигмента, 6 частей матрунаана, 10 частей гранитного песка, 8 частей солей, 4 части свинца, 2 части минерала, морская пенка, 3 части кожи белошеевого орла, 4 части бамбуковой соли, 5 частей вураджуа, или коры белого бочечного дерева. Все эти ингредиенты нужно очистить, взвесить, затем поместить в тигель с горлышком в виде клюва. Тигель поставить на печь Чандадара и нагреть до 800 градусов. Когда содержимое превратится в жидкость, его нужно перелить при помощи воронки в янтру Кара Дарпана, или янтру для отливки зеркала, напоминающую ладонь. В результате получится отличное зеркало, воспроизводящее в подробностях все внешние явления. То есть производство зеркала для виманы, которое выполняет функцию монитора, современного монитора, либо телевизора. Причем я заметил одну особенность во всех этих способах производства янтар, тантар и зеркал и линз. Все это делается из очень простых материалов, извините за выражение, из говна и палок, и выполняет функции современной высокотехнологичной электроники. Это лишний раз доказывает, что техника эта некая необычная, не обходится без естественных способностей человека. Помните сказки про говорящие зеркало и хрустальный шар? Вот здесь говорится примерно о таком принципе. Зеркал этих навиманов было несколько типов, а точнее семь. Первое – телепередача. Второе – зеркало захвата энергии. Третье – изменяющая наружность зеркала. Четвертое – устрашающее зеркало. То есть эффект некого пси-оружия. Пятое – зеркало, от которого люди сходят с ума. Шестое – зеркало, вызывающее обманывающие образы. Хочется пояснить и сказать, что образы всяких животных, всякого рода драконов, всякого рода устрашающих существ окутывалось такой голограммой в виде какого-то существа. И седьмое – зеркало, защищающее от пагубного воздействия каких-то лучей, наверное, ультрафиолетовых, на зрачки воздухоплавателей. Следующий раздел – энергия. Энергия на санскрите звучит как шакти. Это слово встречается и в йоге, и обозначает энергию в теле человека. Но шакти бывает разных типов. То есть, к примеру, электричество – это шакти. И так далее. То есть, читая виманику, похоже, что предки знали о других видах энергии, аналогичных электричеством. В этой главе говорится об энергии, заставляющей виманы перемещаться. В функционировании виманы задействовано семь различных обслуживающих сил. То есть, их переводы – то, что извлекает солнечную энергию, или то, что извлекает противодействующие силы. Набор 12 шакти – первичная сила. В соответствующих частях виманы должны быть установлены моторы, производящие эти семь энергий. Эти моторы оснащены проводкой, а также пружинами и колесами, как предписано. В Шаунаке-Сутре утверждается, что существует семь источников энергии, используемых виманой. Это огонь, земля, воздух, солнце, луна, вода и небо. Эти семь видов энергии называются Укхамма. Механизмы – янтрой или тантрой. Как объясняется в Саудаминакале или науке электроники, благодаря звукоулавливающей янтре, установленной в вимане, возможно слышать разговоры и звуки, доносящиеся из вражеского летательного аппарата. Посредством фотографической янтры, установленной на борту виманы, можно получить телевизионное изображение того, что происходит в вимане врага. Это вообще нечто. Даже можно посмотреть изображение, и это по меньшей мере 5000 лет назад. Ну как вам такая информация? Нет слов, одни эмоции. Звукоулавливающая янтра, то есть некое прослушивающее устройство, да? Стоит отметить, что здесь много где будет упоминаться о вражеских виманах, то есть люди активно воевали в то время, летая на этих виманах. Как в современные войны, пилоты разных вражеских эскадрелей проводят воздушные бои между собой. Так и виманы древности воевали между собой. Ну, видимо, они так довоевались, что получилось то, что мы имеем на данный момент, то есть нашу цивилизацию. Также говорится о неком механизме, который передает изображение Земли, когда вимана зависает над поверхностью Земли. Также говорится о некотором подобии радара, то есть можно определить, с какой стороны приближается вражеский аппарат. Говорится о том, что смешав некоторые ингредиенты, можно получить вещество, при нанесении которого на корпус, оно сольется с небом и станет невидимым. Интересно, не правда ли? Также есть дымовая завеса в виде облака. Описываются некоторые виды оружия, которые находились на виманах. Это оружие могло поджечь летательный аппарат врага неким энергетическим лучом. Упоминается о том, что пилот должен знать все части виманы, все составные ее части. Их довольно много, зачастую 31 деталь и более. Механизмов, необходимых для функционирования виман, всего 32. К ним относятся универсальный отражатель, механизм, поглощающий силу, механизм, порождающий гала, механизм, обеспечивающий раскрытие и складывание частей виманы, янтра расширения, волшебное зеркало, разные виды зеркал, дополнительные янтры для защиты, механизмы, распространяющие теплоту. Генераторы электроэнергии, солнечный коллектор, выбрасыватели ядовитых паров и множество других янтар, механизмов, которые не переведены на русский язык. В целом, что хочется сказать про механизмы виманики шастры? Дело в том, что механизмами в современном понимании этого слова нельзя назвать то, что тут описывается. Задачи у них очень серьезные, например, передача энергии солнца в двигатели виман. Однако строятся они очень непонятным образом. Современный человек с большим трудом поверит в то, что они могли функционировать. Например, используются металлы, некие непонятные кислоты, кристаллы, дерево, шкуры местных животных, например, обезьян. Из этого всего получается устройство, способное передать энергию солнцу. Это и называется янтра или тантра. И, кстати говоря, механизмов этих было великое множество. Все их я не смогу описать, но большинство из них создано для защиты от неких невиданных нам в наше время сил и энергий. Это наталкивает на мысль, что предки могли решать технологические задачи намного более простым и изящным способом, чем мы в наше время. Очень большое внимание уделяется ртути и разного рода кислотам, металлам, кристаллам. Также есть провода, которые изолируются кожей животных. Есть даже способы постройки электрических батарей из кислот, солей и металлов. И получались реальные аккумуляторы, довольно мощные. Перечислю основные и самые интересные механизмы, которые были установлены на виманах и которые удалось перевести на русский язык. То есть были установлены радары, маскировки, разные защитные поля виман. То есть, как в современных фантастических романах, разные летательные аппараты, разные космические корабли окружены какими-нибудь полями, такими непробиваемыми полями энергетическими. Так и описывается в виманах, что были некие поля для защиты. Были янтры для телевидения и звука. Пилоты виман могли общаться между собой, как по скайпу в наше время. Могли прослушивать вражеские летательные аппараты. В виманах были жилые отсеки для сна, для приготовления пищи. Также существовали нагревательные элементы в случае зимних условий для обогрева виман. Была установлена защита от порывов ветра, от молний и разного рода солнечных излучений и энергии окружающей среды, о которых очень много здесь говорится. Были установлены механизмы распаления ядовитого газа, устройства поиска минных зарядов, которые могли заложить враги на поверхности земли. Также были установлены механизмы защиты от энергетических лучей, исходящих от вражеских виман и разного рода псиоружия. Рассказывается о электрических сетях и трансформаторах, также распределителях электричества, современные микрофоны и динамики. Также применялись звуконепроницаемые материалы, окутывавшие кабину пилота, защищающие от мощных ударов звукового оружия. И сами виманы были выполнены из сплавов, как объясняется в виманике, неразрушимых для физического воздействия. Мне в это слабо верится, конечно, но тем не менее описано так. Защита от огня, причем механизм янтра, воздействует каким-то образом на саму природу и суть огня, то есть он его как-то нейтрализует. И многие механизмы работают таким замысловатым образом, воздействуя на саму суть какого-нибудь природного явления, либо энергии. Как бы нейтрализатор такой ее. Кухонный дым, распространяясь по всей вимане, приносит воздухоплавателям неудобства, поэтому для выпускания дыма наружу и проветривания устанавливается 5 труб. То есть некое подобие вытяжки, да? Есть некий метод разделения концентрации и соединения солнечных лучей и применения его в качестве оружия, а также источника энергии, либо как вспомогательную силу в каком-либо другом механизме или процессе. Возможность заключения лучей или жаров кристаллы и хранения их там, а после высвобождения. Присутствует механизм рассеивания метелей и бурь, препятствующих полету виманы. Существует около сотни типов кристаллов, которые помещаются на виману, и у них огромное количество функций, основные из которых концентрация солнечных лучей, а также выполнение роли датчиков, обеспечивающих навигацию виманы. Есть некий механизм, образующий солнечная гала, которая тащит виману на большой скорости по прямому направлению. Следующий раздел типы виман. В первом видео на эту тему я рассказывал о предыстории человечества, о четырех периодах югах. В первую югу не было виман, так как люди сами летали по воздуху. В третоюгу виманы были, но основывались на принципе мантр, то есть звука. В два пара югу виманы были основаны на механизмах полутехнических, полумагических. А в калиюгу, то есть в нашу эпоху, виманы были чисто техническими устройствами. И в калиюгу, в нашу, здесь особо никто не летает на виманах, именно у нас. Виман мантрека, то есть в третоюгу, было 25 штук. И название их на санскрите. Перечислять я их не буду. Согласно другим трактатам, таким как Манибхадракарики, виман типа мантрека, относящихся к третоюге, насчитывалось 32. В предыдущих сутрах упоминались названия виман типа мантрека, а в этой сутре упоминается название виман типа тантрека, относящихся к два параюги. В смысле форм движения и скорости между виманами мантрека и тантрека, то есть третьей и второй периодами, различий не было. Однако у виман тантрека была одна особенность, а именно способ подключения шакти, то есть способ подключения энергии, на стыке неба и земли. Утверждается, что существует только одно различие между виманами тантрека и мантрека – внедрение энергии неба и земли. По форме и разнообразию движений они идентичны. Виман тантрека насчитывается 56 разновидностей. Ну, видимо, утрачены были остальные главы, а описывается здесь только несколько видов виман. Виман критака, то есть относящихся к эпохе кали, к нашей эпохе, или искусственных виман, как их называли, потому что они делались уже по технологиям, идентичным нашим, то есть чисто технические устройства. Их насчитывалось 25 разновидностей. В Манибхарде, карике, сказано, что в калиюгу критака или искусственных виман было 25. Ниже приводится их название, согласно гаутаме. Здесь короткое описание одной из виман. Вимана Сундара, то есть относящиеся к разряду критака, виман в калиюгу, то есть наших виман. То есть это устройство чистотехническое, без магических вкраплений. Далее речь пойдет о вимане Сундара. Эта вимана состоит из 8 частей. Пиха, или основа, дымовая труба. 5 газовых двигателей, труба из металла, буджуя, вентилятор, электрический генератор, четырехсторонний нагреватель и вимана нигная, или внешняя оболочка. Это вимана на реактивном газовом двигателе. То есть здесь есть нагревательные элементы, электрические генераторы, газовые двигатели какие-то. В янтра Сарсаване сказано, что существует 32 вида янтр, генерирующих электричество. За счет трения, за счет тепла, за счет энергии падающей воды, за счет сочетания вышеперечисленных факторов, за счет солнечных лучей и так далее. Из них саму Джака, это способ получения электричества за счет сочетания и для виман самый подходящий. Изготовление такого генератора описывается Шакти Тантре, мудрецом Агастией. И здесь описывается сосуд для накопления электричества. Давайте его зачитаем. Из вышеописанного металла изготавливается подставка в форме полумесяца длиной 5 футов, высотой 8 футов и толщиной 1 фут. Сосуд должен иметь форму большого горшка с цилиндрическим верхом. У него должна быть стеклянная крышка. В этом сосуде с северной и восточных сторон устанавливаются две трубы шириной 2 фута и высотой 6 футов. Они также должны накрываться стеклом. Между двумя трубами закрепляются два колеса, снабженные шарнирами, переключателями и так далее. Когда переключатели, приводящие во вращение оба колеса, нажаты и повернуты, из дна четырех сосудов идет электрический ток, поступает в обе трубы и поднимается вверх. Далее должны быть изготовлены две 6-дюймовые трубки, обмотанные оленей шкурой и обвязанные шелковой нитью или шелковой тканью для изоляции. Через каждую трубку проводятся провода из меди и подводятся к двум трубам, установленным в сосуде, к которым крепятся стеклянными чашечками, то есть для изоляции тоже, видимо. В сосуд, содержащий энергию, помещается 8 пала или 32 тола ртути. Кроме того, в него вставляется ведумк шамани 391 типа, обмотанный медным проводом со смещающимся переключателем. Затем провода, идущие по трубам через отверстие качакану, соединяются с проводкой кристалла. В центре каждого из сосудов, за исключением среднего, распространяется два стержня для перемешивания. Эти стержни изготавливаются из стали. Длина их должна быть 3 фута и толщина 1 фут. В них закрепляются переключатели для перемещения по часовой стрелке и против часовой стрелки. К востоку от механизма для перемешивания устанавливаются колеса для поднятия и снижения. Кроме того, устанавливается налла, или труба высотой 8 дюймов. С любой из сторон в нее располагается 5 колес высотой 5 дюймов. Так же, как колесо механизма для забора воды. Плоские пати, 2 дюймовые ширины, изготовленные из металла шакти шундра, то есть из стали, как говорилось выше. От колес пропускается внутрь. Аврита налла. Колес высотой 5 дюймов. К переключателям колес, перемешивающей янтры. Далее, к налла, или к трубам, относящимся к штампха, или большой трубе, подсоединяются вращающиеся колеса. При повороте этих переключателей перемешивающий механизм будет поворачивать туда и обратно. Как при пахтании слибок, где по очереди натягиваются и ослабляются концы веревки. Так же есть небольшой отрывок построения золотой виманы. Это вимана золотого цвета, поэтому она называется рукма вимана. Рукма означает золото. Рукма должна изготавливаться исключительно из раджалоха. При соответствующей технологии можно получить золотой раджалоха. Именно этот металл должен использоваться для изготовления данной виманы. Янтра Бинду утверждает, как только раджалоха приобретает золотой цвет, его можно использовать для изготовления виманы. Также упоминается процесс окрашивания. 4 части прана-шакара или нашатырного спирта. 32 части дикого бенгальского горошка. 18 частей бензоина. 20 частей нога или свинца. 16 частей морской пенки. 16 частей макшика или железного колчедана. 15 частей ртути. 28 частей солей. Нарт, селитра и бур. 20 частей слюды. 17 частей серебра. 8 частей аконита. 5 сладостей. Творог, молоко. Перетопленное жидкое масло из молока, боеволицы, сахар и мед добавляются тоже туда. Все это помещается в сосуд для плавки. И после закипания жидкость выпускает через два отверстия в тигель. Этот тигель ставят в печь, в котором раздувают жар до 800 градусов, а затем переносят в охладитель. В результате получается раджа лоха чистый, золотой и ковки и мягкий. Из этого лоха, то есть сплава, сооружается вимана поразительной красоты. Раджа лоха получается, то есть лоха это сплав, раджа это высший, верховный, король всех сплавов, я так понимаю. Значит, есть еще вимана одного типа, трипура вимана ее называет. То есть трипура вимана, эта вимана имеет три отделения или три яруса, каждый. Называется рига. Поскольку она состоит из трех риг, она называется трипура вимана. Она управляется движущей энергией, генерируемой солнечными лучами. Нараяна также говорит вимана, которая сама может передвигаться по земле, в воде и небу за счет изменения своего устройства. Называется трипура виманой. Она состоит из трех частей. Первая часть может передвигаться по суше, вторая плавать по воде и под водой. А третья часть летает в небе. Когда эти три части соединены при помощи киллока, летательный аппарат готов летать в небе. Этот летательный аппарат разделяется на три части и таким образом может перемещаться по суше, морю и воздуху. Тепура вимана должна изготавливаться исключительно из металла тринетра. Ну и собственно сам способ выплавки этого металла. Теперь поговорим о небесных телах и разного рода явлениях, подстерегающих пилотов виман в небе. Моменты, описанные в трактате, некоторым образом помогут нам осознать и понять строение небесных тел нашей Земли. В тех слоях атмосферы, где бушуют сильные ветры, на границе с толкновением мощных воздушных потоков, плохо управляемый летательный аппарат скорее всего разобьется на части. Предупрежденные о приближении к таким опасным местам, летательный аппарат будет остановлен и изменит курс. Здесь часто говорится о небесных слоях. То есть наверху где-то в слоях небо бушуют ветры и грозы. То есть это очень интересно. На самом деле в современное время мы ничего не знаем вообще о небе, даже об океане мы знаем больше, чем о небе. То есть в небо никто не поднимался никогда, никто туда не летал выше там 30 километров, 50 даже наверное может. Где-то на 50 километров максимально поднимались скорее всего летательные аппараты. Кто-то там даже прыгал с 50 километров вниз. 30-50 километров это потолок, на который взбирался вообще человек на нашем небе. Выше никто никогда не летал. В современное время имеется в виду. Никого не допустят выше 50 километров. Говорится о том, что если обуздать силой, находящейся в восьмом атмосферном слое, окутывающем Землю, то станет возможным уловить темную составляющую спектра солнечного луча и использовать ее как укрытие от вражеской виманы. Это что-то совершенно непонятное. Хочется отметить, что в шастрах виманики частенько говорится о свойствах лучей солнца и о возможностях их применения. Пересекая один воздушный поток и попадая в другой вимана, встречается солнечным заревом. Ба-даба. Им может возгореться. Чтобы это предотвратить, нужно электрическую и воздушную энергию виманы сосредоточить в ее жизненном центре и, повернув ручку переключателя, перебросить виману в безопасное место. То есть существует множество опасностей, подстерегающих пилотов, которые будут пересекать небо. Или ближайший космос, либо дальний космос. Как-то никто там не знает, что там находится. Это вот на будущее, скажем так, если научиться реально летать в так называемый космос, то вот этим астанавтам эти правила будут полезны, дабы избежать проблем. А то они барахтаются в бассейнах и наедают себе щеки до животы. Для каждого времени года характерны свои изменения, связанные с силами, предвещающими дождь. В результате столкновения 101 атмосферной силы с 1,16 силой дождевого неба в седьмом атмосферном слое в период наволнуния и полнолуния возникает как вредоносное, так и благоприятное влияние. Согласно Валмике Ганите, насчитывается 75 миллионов 800 тысяч 700 благоприятных сил и столько же вредоносных. Благотворное действие появляется в период полнолуния, а не благотворное в период новолуния. 25 вредоносных сил, известных как Пхедини, могут лишить воздухоплавателя дееспособности. Это можно избежать, изменяя питание в соответствии со временами года. Частенько говорится о всяких силах. Возникает такое ощущение, что и осадки появляются в результате взаимодействия неких сил. Это также некая аналогия с появлением металлов в земле из-за воздействия сил. А что если на земле все возникает в результате какого-то энергетического, химического процесса? То есть нефть, говорят, что нефть возникает сама по себе в земле. То есть она возобновляется. Есть такая гипотеза. Да и скорее всего это так, потому что многие нефтяные месторождения, да, они были уже как бы выработаны, да, но через определенное количество времени они снова как-то наполнялись. Это зафиксированный факт. Столкновение в облыках электричества, ветра и лучей порождает губительную для воздухоплавателей силу. Притягивая эти силы и направляя их при помощи электрической силы на вражеские летательные аппараты, можно наносить ущерб физическому состоянию врага, делая его неспособным к полету. Про Панчасаре также говорится, на стыках двух атмосферных слоев, расположенных над Кашуапа, действует сила Варуни. Между атмосферным слоем и силой Варуни существует 5000 ветряных потоков. Кроме того, там насчитывается 800 миллионов лучей, вызывающих болезнь. Различные ветры и лучи своими взаимодействиями порождают попутные встречные потоки. Силы облаков ветра и солнца, взаимодействуя друг с другом, вызывают опасные явления, например, возникновение пузырьков. Непонятно, что это за потоки и лучи. Возможно ли, что это может быть радиационный пояс, о котором частенько говорят ученые. Согласно 110-му принципу, когда энергия облака, энергия ветра и энергия солнца сталкиваются, они влекут за собой последствия, опасные для людей. Говорят, что когда внеземные силы сталкиваются друг с другом, то естественным образом, словно яйцо из черепахи, появляется вредоносный поток. Управляя их действием и направляя их против врага, с помощью определенного зеркала можно вывести врагов из строя. То есть небо или, скорее всего, ближайший космос, как мы его привыкли называть, отнюдь небезопасное место. Сейчас будет очень интересный момент. Когда Солнце и планеты проходят по 12 домам зодиака, то вследствие изменения скоростей и поступательного, и обратного движения, на зодиакальных участках возникают противоборствующие силы. В результате столкновения этих сил высвобождаются мощные энергетические потоки, способные растереть в порошок части летательного аппарата, оказавшегося в поле их действия. Предупрежденный об этом янтрой пилот должен быстро сложить все части виманы, обеспечив тем самым безопасность. Очень интересный момент. Обратите внимание, Солнце и планеты движутся, причем поступательно. И есть некая смена их скорости движения. У нас же официально говорится, что Солнце является центром Солнечной системы, и планеты двигаются вокруг него. Но не буду тянуть кота за хвост и скажу сразу, что Земля во Вселенной индийской концепции неподвижна, а вращаются только Солнце и планеты. Говорится о том, что есть некие силы, исходящие от планет, которые способны разрушить виманы. То есть здесь скорее всего подразумевается то, что в общем-то виманы могут подниматься на огромную высоту и летать между небесными телами, такими как Солнце и планеты. И нужно быть осторожным при таких полетах. Когда различные силы, подземные силы и силы восьми кардинальных точек Земли, облаков, электричества и моря сходятся в Падмамукша, возникает сила, называемая Вишамбха. Прорываясь сквозь Землю, она создает сильное тепло, поднимающееся в верхние слои атмосферы со скоростью Тристалинк. Что-то похоже на извержение вулкана, не правда ли? Достигая воздушных маршрутов, она охватывает виману и вызывает у находящихся на ее борту людей физические недуги и даже паралич мозга. Чтобы обуздать эту силу и свести ее действие к нулю, на вимане устанавливают специальную янтру. Вистрита Шакрия. Силы, возникающие между планетой и звездой, соприкасаясь с солнечными лучами, принимают три формы. Соединяясь, превращаются в шакти. Шакти Вари. В Акшета Сандрахья сказано, к восьми планетам относятся Марс, Солнце, Сатурн, Венера, Меркурий, Луна, Юпитер и Рору. К восьми светящимся звездам относятся звезды Критика, Шата, Биша, Макша, Вигашираса, Шитра, Шарована, Ушуа и Ашавини. Осенью эти планеты и звезды, совершая по небу движение, приближаются друг к другу и создают восемь сил. Осенью три силы воздействуют следующим образом. Силы, возникающие между планетами и звездами, соприкасаются с солнечными лучами и принимают три формы. То есть, звезды, по-видимому, находятся очень близко и являются, по сути, не очень большими объектами. Обратите внимание, восемь планет. К ним относятся и Луна, и Солнце, и некая планета Рору. У планет есть магнитная и энергетическая сила. Интересно, я так понимаю, что климат формируется планетами и звездами, и их взаимодействием. То есть, небесные тела – это некий механизм, создающий погоду. В Янтос Рвасе сказано, что, двигаясь по своим орбитам, две планеты иногда сильно приближаются друг к другу. И в результате столкновения их гигантских сил вспыхивает пламя. Этот огонь известен как Джвала Мукхи, или Языки Пламей, и он уничтожает как саму Виману, так и всех, кто в ней находится. В качестве защиты от него в Вимане устанавливается янтра – Патикабхарака. Эта янтра изготавливает их слюды. Собственно говоря, тут уже отчетливо говорится о том, что планеты приближаются друг к другу. И Виманы, по логике вещей, должны летать возле них довольно близко. То есть планеты, Солнце и звезды, и Луна у нас над головой находятся. И на довольно-таки небольшом расстоянии, если сравнить с концепцией, которую нам описывают сейчас гелиоцентрические модели. То есть когда Солнце находится в середине Солнечной системы. То есть мы поняли, что Солнце и Луна вертятся у нас над головой. Интересно, что представляют из себя звезды. Также становится понятным, что небесные тела – это какой-то своеобразный механизм, который влияет на погоду и на всю природу и окружающую среду. Вызывая опоры года, разные сезоны, холодную или теплую температуру направляет какие-то своеобразные разные силы, которые даже помогают расти растениям. Либо наоборот, скажем так, деградируют рост растений. То есть что-то такое, здесь какие-то силы. То есть вся эта планетарная система, которая находится у нас над головой, система планет, этих небесных тел, звезд, она является механизмом природы. Вот это можно понять из Виманики Шастр. Итак, вывод. Перейдем к выводу. Виманика Шастр довольно подробно, насколько это возможно в наше время, рассказывает строение Виман – небесных летательных аппаратов. Как выясняется, что история наша совершенно выдумана и не выдерживает никакой критики. Хочу повторить еще раз, что технологии древних людей очень отличались от нынешних. И принцип ее действия довольно тяжело понять. Однако способ постройки их намного проще, чем современные электроники. Тем не менее, существует множество свидетельств в разных отрезках истории о том, что аппараты эти были и успешно летали по воздуху. И до сих пор на них кто-то летает сейчас. Если обратиться к очевидцам НЛО. Виманика Шастр является логичным дополнением к истории Земли, описанной в индийских ведах и во многих других древних трактатах. В следующем и заключительном видео будет рассказано о подробном строении Земли по версии Вед Индии, а также Виманики Шастры, а также о том, куда можно было долететь на Виманах. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент, ставьте лайки, всем спасибо и пока.